Всем привет! Сегодня мы будем знакомиться с очень интересным самолетом. Это итальянский истребитель MC-202 Falgore. MC-202 был разработан как замена истребителя MC-200 и имел с ним достаточно много общего. В 1938 году на фирме Маки под руководством Марио Кастольди началась разработка истребителя MC-201 с двигателем воздушного охлаждения Fiat A76RS40 мощностью 1000 лошадиных сил. Несмотря на высокий уровень унификации узлов самолета с серийным MC-200, он не пошел в серию по причине недоведенности мотора. В связи с этим началась разработка нового самолета MC-202, которому позднее добавили название Falgore. Первый полет прототипа MC-202 состоялся 10 августа 1940 года. В процессе испытаний была достигнута скорость до 600 км в час при высокой скороподъемности и хорошей управляемости в полете. Поскольку конструктивно MC-202 и MC-200 были близки, Министерство авиации одобрило развертывание его серийного производства, для чего была организована специальная программа выпуска новых истребителей на предприятии фирмы Бреда с использованием широкой сети субподрядчиков. Первыми серийными истребителями MC-202 оснащались немецкие двигатели DB-601 и только с седьмой серии на итальянские самолеты начали устанавливать отечественные двигатели Arfa Romeo RA-1000, которые являлись лицензионными копиями дамплеров. Первый серийный самолет был выпущен спустя 8 месяцев после подписания контракта и подвергнут интенсивным испытаниям в экспериментальном центре в Гведонии. С целью сокращения сроков создания нового истребителя, конструкторское бюро фирмы Маки использовало крылья, шасси и хвостовое оперение от самолета MC-200. Новый цельнометеорический истребитель был аэродинамически чистым и имел хорошо сбалансированные пропорции. Его прочная конструкция отличалась гладкой клепкой на всех поверхностях и также тщательным вниманием к зализыванию всех деталей в попытке снизить сопротивление. Наиболее значительным изменением подверглись фюзеляж, который приспособили под установку двигателя жидкостного охлаждения и кабина, которая стала закрытой, с откидывающейся на бок фонарем. Центроплан собирался заодно с фюзеляжем и нес стыковочные узлы консоли и основной топливный бак. Крыло было двухлонжероном, имелись металлические закрылки щелевого типа, а элероны с металлической рамой и полотняной обшивкой были статически и динамически сбалансированы. Неподвижные поверхности хвостового оперения были цельнометаллическими, тогда как рули имели полотняную обшивку. Угол установки стабилизатора мог регулироваться в полете. Чтобы компенсировать реактивный момент от вида, левая консоль крыла, имевшая тот же профиль и хорду в корне, как и правая, имела несколько увеличенный размах и небольшую хорду на законцовке, а разница была в 20 см. Складывающаяся вдоль по размаху коси самолета шасси имела гидропривод и маслопневматические амортизаторы на основных стойках. На протяжении всего производства в конструкцию MC-202 практически не вносили изменений. В число самых значительных улучшений вошли установка двухкрылевых пулеметов, новое хвостовое колесо и новая радиостанция. В общей сложности было собрано около 1500 самолетов MC-202 11 серий, из которых головная компания собрала только 392. На самолете стоял двигатель водяного охлаждения Alfa Romeo RA-1000 с мощностью 1175 лошадиных сил, который являлся лицензионной копией немецкого двигателя DB-601A. В игре управление двигателем довольно-таки простое, что очень хорошо для пилота ниже среднего уровня. Давайте разберем режимы двигателя подробно. Итак, максимальная мощность на форсированном режиме у земли составляет 1175 лошадиных сил. На боевом режиме у земли 1050 лошадиных сил. И на боевом режиме на высоте 3700 метров 1100 лошадиных сил. Номинальный режим двигателя достигается установкой рут на 70%. При этом мы имеем 2200 оборотов в минуту на надуве 1.23 атмосферы. В таком режиме можно летать неограниченное время. Так как на таком режиме у нас двигатель работает без нагрузки, то радиаторы можно прикрывать для увеличения скорости и для увеличения температуры в зимнее время. Сейчас внимательно слушайте, что я буду говорить про режимы двигателя в бою. На боевом режиме с оборотами 2400 и надувом 1.35 атмосфер при включенном форсаже можно летать 5 минут как минимум. Дальнейшее использование боевого режима может привести к повреждению двигателя. Боевой режим идет до тяги 89%. После включается чрезвычайный режим. Доведя тягу до 100%, мы получим надув 1.45, на котором можно летать 1 минуту. Надеюсь, все понимают, что временные значения можно увеличивать, уменьшая немного надув. При этом уменьшается скорость, но незначительно. Например, если мы будем лететь осенью при надуве 1.35, это тяга 79% и оборотах 2400, наша скорость будет 496 км в час при закрытых радиаторах на 10%. То время до повреждения двигателя будет примерно 7-8 минут. Если мы увеличим тягу до 89%, то есть 79% на 10% поднимаем, надув будет у нас 1.4, а обороты 2450. Скорость возрастет на 7 км в час и составит 503 км в час. Но при этом время до повреждения двигателя уменьшится с 7-8 минут до 4-5 минут. То есть, всего на 7 км в час увеличится скорость, но почти в 2 раза уменьшится время до повреждения двигателя. Исходя из этого, летая на макаке, вы должны пользоваться форсажем или боевым режимом только в нужных случаях, экономя ресурс двигателя. Если вы не в бою, набираете высоту или подходите к бою, то это вы должны делать на продолжительном режиме с тягой 70%, чтобы с правой стороны экрана не горел оранжевый индикатор боевого режима. Также старайтесь держать температуру 80-90 градусов, чтобы у вас был запас по ней до боя. Когда мы начинаем бой, мы выставляем тягу 89% по техночату. Это еще боевой режим. Если вы поставите тягу 90, то включится чрезвычайный. А это уже другой отсчет по времени. На MC202 можно переключаться на ручное управление шагом винта, как на мессере. Но вести бой на ручном управлении совсем не нужно, так как там есть форсаж, который выдерживает всегда нужное количество оборотов. И вдобавок к этому, включение форсажа значительно не влияет на время до повреждения двигателя. Если идти на тяге 89% без форсажа, а потом сделать новый тест идти на тяге с форсажем на этой же 89%, то время будет практически одинаково до повреждения двигателя. Двигатель оборудован автоматическим высотным корректором, регулирующим оптимальный состав топливной смеси, а также нагнетательным гидромуфтой, не требующей ручного управления. Набор высоты лучше производить на ручном управлении шагом винта. Дело в том, что автомат на продолжительном режиме выдает всего 2200 оборотов, а наддув 1.23 не дает нужной мощности для набора высоты под большим углом. Чтобы увеличить мощность на автомате, нам придется включить форсаж и увеличить наддув. Но при включении форсажа у нас будут обороты 2400, а это влияет на ресурс двигателя и временной отрезок до повреждения двигателя. Он будет все меньше и меньше. Нам это не надо. Поэтому набор высоты нужно производить следующим образом. Увеличиваем наддув до 1.35, это тяга 80%. Затем переключаем на ручное управление и работая шагом винта, удерживаем обороты 2300. После набора высоты 1500 метров упадет давление наддува и у вас появится надпись «Подолжительный режим». В этот момент нужно поставить тягу на 100%, после чего вы можете регулировать ваш наддув, изменяя обороты двигателя. Чем больше оборотов вы выставите, тем больше будет наддув и, соответственно, мощность двигателя. Но так как нам нужно экономить ресурс двигателя, то мы просто выдерживаем нужные обороты, которые не дают двигателю переходить на боевой режим, который и расходует его ресурс. Это вы можете видеть по техночату. Обороты двигателя будут в пределах 2300 оборотов в минуту. На таком режиме вы наберете высоту 5000 метров примерно за 6 минут 15 секунд, не расходуя ресурс двигателя. На высоте 5000 метров вы можете разогнаться на ручное управление и затем уже отключить его, убрав тягу до 70%. Радиаторы также можно прикрыть. Летом максимальная скорость у Земли составляет 504 км в час по прибору с закрытыми радиаторами. Осенью максимальная скорость 512 км в час, зимой 543 км в час. Радиаторы на MC202 большие и двигатель хорошо охлаждается. При этом они сильно уменьшают максимальную скорость из-за своих размеров. Если открыть полностью водорадиатор, то он уменьшает максимальную скорость всего на 10 км в час. Масло радиатора уменьшает на 5 км в час. Приблизительно каждые 20% открытия радиаторов уменьшают скорость на 2-3 км в час. Это очень мало. Поэтому, когда догоняете или убегаете летом, можете смело закрывать радиаторы до 10-15% и скорость будет у вас и температура будет у вас в норме. При полетах в летнее время лучше открыть радиаторы на 100%, чтобы иметь температуру где-то порядка 95 градусов. При этом нужно летать на тяге 70%. Масляный радиатор можно открыть на 50%. Температура масла будет где-то в районе 80 градусов. Если вы вступаете в бой, то водорадиатор можно прикрыть до 60%. Зимой можно открывать не более 30%. Когда ведете бой, то никогда не забывайте про радиаторы. Это важно. Запомните правило. Чем меньше скорость, тем больше открывай радиатор. Например, зимой, когда вы будете пикировать, можно радиаторы закрыть полностью. Спикировали, открыли на 3,5% и летим дальше. Этого хватает вполне. На МС-22 щитки можно выпускать на любой угол до 45 градусов. Привод посадочных щитков гидравлический. Однако наличие в системе управления щитками пневмопружины приводит к тому, что щитки могут прижиматься скоростным напором воздуха на скоростях более 200 км в час. И вплоть до почти полной уборки щитков. Самолет имеет управляемый вручную переставную стабилизатор. Для снятия усилия на ручке можно оттримировать самолет, а перед глубоким пикированием на большой скорости стабилизатор следует устанавливать так, чтобы для удержания самолета в пикировании приходилось немного отдавать в ручку управления от себя. На самолете нет тримиров. Регулировка планера осуществлялась на земле специальными регулировочными отгибными пластинами на рулях. Свободно ориентированное хвостовое колесо может быть застопорено в положении по полету при помощи рычага в кабине летчика. Колесо необходимо застопорить при продолжительном рулении по прямой, а также перед взлетом и посадкой. Прицел имеет сдвижной светофильтр. В кабине также установлен откидной дублирующий механический прицел, который используется при повреждении основного прицела. Вооружение самолета состоит из двух пулеметов Брэда Сафат калибра 12,7 мм. В боекомплект 400 патронов, скорострельность 700 выстрелов в минуту. Пулеметы синхронизированные, стреляют через винт. Также есть модификация два пулемета Брэда Сафат 7,7 мм. В боекомплект 500 патронов и скорострельность 900 выстрелов в минуту. Они устанавливались на крыльях. Один самолет, обозначенный как МС-202ЕС, в опытном порядке оборудовали подкрылевыми контейнерами с германскими пушками МГ-151-20, которые имели 135 снарядов и скорострельность 700 выстрелов в минуту. Но из-за резкого ухудшения летных характеристик они в серию не внедрялись. Бомбовое вооружение состоит из двух 50-килограммовых осколочно-фугасных авиабомбов 50Т и двух 100-килограммовых осколочно-фугасных авиабомбов 100Т. Ну и скажу немного про пушки, то что они дамажат хорошо, но они снижают скорость и ухудшают маневренность. А это очень важно для макаки. Поэтому лично я предпочитаю летать без них. Но если летать против И-16, то проблем не вижу, если их брать. Так как И-16 все равно медленнее, а крутиться с ним хоть с пушками, хоть без толку мало. Предельная скорость пикирования равна 850 км в час. Подходя к предельной скорости, самолет начинает сильно трясти, но разрушений не происходит. При пикировании можно давать 100% тяги и включать форсаж для разгона и быстрого отрыва от противника. Никакой раскрутки винта не будет и двигатель не получит повреждений. Но только не забудьте убрать форсаж и сбросить тягу где-то до 70%, когда разгонитесь до 600 км в час. И начинайте выравниваться, а то можете не успеть выйти. Пользуйтесь стабилизатором. Как вы видите, я разогнал до 865 км в час и ничего не отлетело. Сейчас давайте поговорим о приборах. Приборов много, но основные приборы, на мой взгляд, расположены неправильно. И их неудобно читать. Например, температуру масла вообще несложно увидеть. И поэтому приходится пользоваться кнопкой взгляд на приборы. По умолчанию это кнопка DEL на NOMPAD. Что я и вам советую. Самые основные приборы находятся с левой стороны панели. Внимательно изучите их. И в полете почаще смотрите на температуру масла и воды, регулируя ее заслонкой. Переходим к тестам. Для тестов я выбрал самые, на мой взгляд, часто встречающиеся самолеты в определенный период. Это И-16 и Як-1. Они являются основными противниками, которые могут перекрутить МС-202. Самолеты П-40, Ла-5, Лак-3, МиГ-3 не в состоянии перекрутить макаку. А могут только убежать. Тесты проходят с полным баком и начинаются на скорости 350 км в час. На МС-202 сначала включается форсаж и полная тяга. Затем, через полминуты, тяга убирается до 89% и включается боевой режим. Все делается на автомате, без ручного управления шагом винта, радиаторы выставлены на 10%. Начнем с И-16. В первом тесте мы будем тестировать разгон. У обоих самолетов одинаковая начальная скорость. По команде мы даем полную тягу и включаем форсаж. Сразу хочу сказать, что МС-202 имеет очень хорошие стартовые характеристики. Она очень быстро набирает скорость, что и видно в этом тесте. У И-16 просто нет шансов. Макака просто сразу уходит в отрыв. И чем больше скорость, тем быстрее идет разрыв дистанции. В следующем тесте мы тестируем набор высоты на скорости 290-300 км в час. Если сравнивать скороподъемность этих самолетов, то МС-202 имеет на полсекунды лучший климп. Но даже этого хватает, чтобы уверенно отрываться от И-16. Мы не стали проводить тест с мелким климпом, так как и так все ясно и понятно, что И-16 не может равняться по климпу и по скорости с МС-202. Проведя эти тесты, можно с уверенностью сказать, что МС-202 быстрее скороподъемнейшечка. Но по маневрности, конечно, И-16 намного лучше. Закручиваться с ним нельзя. Теперь давайте посмотрим тесты с Як-1. В первом тесте мы также тестируем разгон. И МС-202 очень хорошо начинает уходить в отрыв. Показываю великолепные данные спринтера в начале разгона. Но с увеличением скорости Як-1 начинает догонять, а затем опережает МС-202. Конечно, Як-1 имеет максимальную скорость выше, поэтому у МС-202 шансов уйти по прямой нет. В следующем тесте мы тестируем мелкий набор высоты. И здесь все не столь однозначно. Сначала Як-1 очень уверенно обгоняет МС-202. Но затем, после подъема на высоту 1000 метров, Як-1 начинает перегреваться. И ему приходится открывать радиаторы. Которые снижают его скорость. А МС-202 проблем с перегревом не имеет. И поэтому обгоняет Як-1 и уходит вперед, разрывая дистанцию. Если сравнить МС-202 и Як-1 по скороподъемности, то МС-202 имеет немного лучше показатели. Следующий тест показывает климп на скорости 290-300 км в час. Как и в предыдущем тесте, Як-1 уверенно держится за МС-202 до высоты 1000 метров. Но затем его двигатель начинает перегреваться. И приходится открывать радиаторы на 100%. После чего МС-202 разрывает дистанцию и уходит от Яка. Также, конечно, еще скорее всего влияет на такой набор высоты и характеристики скороподъемности. Которые лучше у МС-202, хоть и ненамного. В этом тесте тестируется отрыв пикирований. Здесь все очень плохо для макаки с одной стороны и хорошо с другой стороны. Если разгоняться под небольшим углом, то Як-1 уверенно держится за макакой. И существенного отрыва макаки нет. Конечно, если пикировать под большим углом, в более ответственном пике, то там Як-1 развалится уже пока макака наберет свою скорость флаттера 850 км в час. Но в данном случае, в данной ситуации, даже если с такого близкого расстояния было начато пикирование, и мы специально не превышали скорость флаттера Як-1 равной 720 км в час, то у макака имеет хорошие показатели. Другими словами, они не хуже, чем у Як-1, это точно. И если бы скорость или расстояние было бы выше или больше, то Як после пикирования не достал бы макаку на климбе или на вертикали, которую сейчас вы и видите. Из этих тестов видно, что Як-1 очень сильный противник. У него скорость выше. Пикирует он так же хорошо, как и МС-202. Имеет практически одинаковую скороподъемность. По прямой уйти невозможно от него. И спасает только климк. Но что можно сказать о бою с Як-1? Можно ли с ним тягаться и лезть в ближний бой? В этом мы сейчас с вами и будем разбираться. Как мы уже знаем, на МС-202 есть два варианта подвесного вооружения. Это пушки и пулеметы. Пушки увеличивают вес на 212 кг и уменьшают максимальную скорость на 15 км в час. Если брать пушки, то это хороший аргумент для бумзума или работе на скорости, на прострелах. Но для дуэльного боя это плохая затея, так как маневренность значительно уменьшается, а это главное. Вы можете и покрутиться, и уйти в климбе налегке с пулеметами. Именно поэтому я предпочитаю летать с пулеметами. Хотя они менее убойные, чем пушки, конечно, но зато шансов выжить больше. Давайте посмотрим дуэль МС-22 против Як-1. Сразу хочу сказать, что было отлета на около 10 дуэлей, и Як-1 одержал где-то 80% побед. Дело в том, что менее маневренный МС-22 имеет, мягко сказать, недуэльную форму крыла. Такое крыло не позволяет вести жесткие маневренные бои на малых скоростях. На самолете нельзя отдавать ручку от себя, так как это приводит к сваливанию и последующему штопору. Чуть позже я покажу пример того, как это происходит. Из-за малой эффективности пулеметов при кратковременных попаданиях по противнику теряются 100% моменты выигрыша боя, что и можно наблюдать в этом бою. Также хочу отметить невозможность вести такие дуэли на полной мощности двигателя из-за кратковременного чрезвычайного режима, который приводит к повреждению двигателя. Поэтому приходится летать на тяге 89, чтобы хоть как-то продлить живучесть двигателя, в то время как Як-1 имеет полную тягу и порхает как бабочка на щитках без всяких сваливаний. Но как бы оно ни было, вы видите бой и возможности МС-202. То есть МС-202 может быстро довернуть. Вот такие вот, посмотрите, моменты стопроцентные. То есть есть попадание, все попадает, влетает, но ничего не происходит, так как такие моменты кратковременные и пулеметы мало дамажат. То есть вот такие вот проблемы имеются. У самолета очень хороший ролл, перекладка, если кто не знает, что это означает. Очень хорошие радиаторы, которые не нужно открывать на 100% в большинстве случаев. Также хороший разгон и возможность держать постоянные обороты 2400 при включенном форсаже. Как вы видите, одно попадание с пушки Як-1 и все, все рули выбиты, все, бой выигран. Вот такие вот проблемы. Большой минус, конечно, это нельзя отдавать ручку от себя. Вернее, можно, но очень мало и не быстро. Так как если это сделать быстро, то происходит вот такой вот, смотрите, пируэт. Вот сейчас я даю ручку от себя, чтобы задержать выстрел на противнике. И все, у меня сразу сваливание. И дальше идет уже нарастающий такой штопор. Но сразу же нужно выпускать щитки, потому что если вы не выпустите щитки, земля близкая, вы сразу разобьетесь, вообще ничего не успеете. Сейчас вот тоже, смотрите, я отклоняюсь от атаки, делаю ручку от себя и все. Здесь уже я, уже слишком низкая высота, я уже ничего сделать не смог. Вот так вот. Следующую дуэль я решил протестировать на высоте 5000 метров. Как оказалось, MC202 имеет преимущество на этой высоте по всем показателям. Она отлично разгоняется, имеет хорошую скорость, отлично набирает высоту и делает развороты быстрее якобы, хотя быстрее на прострел без больших затрат по энергии на выпущенную щитка, где-то 20-30%, не более. MC202 в любой момент может выйти из боя и просто уйти. Як1 может лишь вести ближний бой на малых скоростях. В этом его, конечно, бесспорное преимущество. Но, чтобы вести бой на MC202 с таким преимуществом, нужно знать, как работать двигателем на этой высоте. Именно из-за возможности двигателя MC202 летать на оборотах G400, этот самолет превосходит все самолеты РКК выше 5000 в 1941-1942 годах. То есть, вести бой на этой высоте с MC202 ни один самолет не может. Ни один. Ну, там все эти там лавки могут только там убегать. То есть, вести вот такой маневренный бой ни один самолет не может. Макака выходит первая все равно на прострел. И если она не будет закручиваться, то она будет иметь постоянное преимущество. Постоянно может уходить вверх, потом разгоняться, атаковать и так до бесконечности. То есть, если, конечно, закрутиться там, вот Як1, например, то, конечно, уже ситуация меняется, скорости уже другие. И, конечно, уже преимущества как такового нет. Как мы видим сейчас в этом бою, уже, конечно, Як спускает MC до высоты 3000 метров. Здесь преимущество, конечно, у Як1, это его высота. И уже такого сильного превосходства в MC нет. То есть, уже полностью идет закручивание, преимущество потеряно. Так вот, фоевать, закручиваться на MC202, конечно, если вы не имеете опыта дуэльного боя, то, конечно же, нельзя. Лучше просто ходить на энергии, атаковать, там, вот так вот. Но вот такого делать, конечно, лучше не стоит. Закручивания такие, это нужен опыт. Поэтому имейте это в виду. Сейчас просто посмотрите этот бой до конца, а дальше мы будем разбирать, как вести бой. Так же, вот видите, переворот на MC202 очень сложно выполняется. Вот такой вот. То есть, нужно очень хорошо контролировать самолет. Здесь я потерял, конечно, противника, но он у меня уже был на шести. Ну, самолет, конечно, может быть и в такой ситуации, позволяет нормально воевать. Но еще раз повторюсь, что нужны навыки дуэльного боя. Без навыков, конечно, здесь делать нечего. Когда вы ведете бой, вы должны пользоваться щитками, конечно. Если вам нужно довернуть, но не потерять много скорости, для этого выпускаем щитки где-то на 20-30%. Если вы понимаете и контролируете бой, и видите, что нужен более сильный доворот, то выпускаем щитки на 40-50%. После прострела также оцените ситуацию, и дальше уже решайте, убирать щитки, или незначительно уменьшить их выпуском до 10-20%. Помните, что на большой скорости щитки не могут выйти на большой угол, так как их прижимает на курс воздуха. Также вы должны понимать, что МС-22 имеет очень плохой маневр без выпуска щитков. Поэтому, если встали в вираж, то выпустите где-то на 10%. Это улучшит устойчивость самолета, уменьшит сваливание. При этом вы незначительно потеряете скорость. В начале урока я рассказывал вам про режимы двигателя. Вы обязательно должны разобраться и понимать, когда нужно что включать, и когда не нужно. При неправильном использовании форсажа и тяги двигатель быстро выходит из строя, получая повреждения. На высоте 5000 метров можно без проблем ходить на включенном форсаже, не опасаясь за повреждения. Это дает хорошую скорость, хороший климп, но есть условия, которые нужно соблюдать, чтобы не повредить двигатель. Сейчас рассмотрите бой, бой закончится, и я покажу вам, как работать на 5000 форсажем, двигателем, чтобы вы все понимали и знали. Вот таким выходом на прострел мой бой заканчивается. Здесь мне просто, можно сказать, повезло. Я попал в пилота, пилот был убит. То есть связение было просто на моей стороне. Вы все видели сами. Итак, мы поднялись на высоту 5000 метров. Летая с форсажем на такой высоте, при оборотах 2400, можно держать тягу 100%, не допуская боевого режима, который переключается при достижении надува 1,3 атмосферы. То есть достигается это значение лишь при большой скорости, когда раскручивается винт, например, при снижении. В этот момент, если вы хотите, если это действительно вам нужно, то вы можете прибрать тягу до 70% или выключить форсаж, чтобы надув упал и включился продолжительный режим. После того, как вы начали набор высоты, ваша скорость упадет и можно опять включать форсаж или дать тягу 100%. Главное, чтобы вы понимали, как работают режимы, чтобы не загубить двигатель. Если вы этого не понимаете, то вы не сможете выжать из самолета все, что он может. А если не сможете, то и результаты будут намного хуже. Конечно, такой принцип можно использовать и у земли, с работы двигателя, но там у нас надув совсем другой. То есть мы не можем там ходить на полной тяге. Потому что надув у нас у земли один, а после набора высоты 1500-1600 метров совсем другой. То есть на высоте 5000 метров у нас вообще без проблем можно ходить на полной тяге, но у земли мы так сделать не можем. Вот в этом вся разница. То есть на земле мы можем просто ходить, например, на форсажи, а обороты у нас будут и 400, но тяга у нас будет 70%, там 80%. То есть мы можем регулировать только вот такие вот значения. На полной тяге мы ходить не можем. А на 5000-ах без проблем. Хочу заметить, что топливо брать выше 60% я вам не рекомендую, так как 60% хватает надолго. Но вы должны понимать, если вы летаете, например, на 5000 метров на продолжительном режиме, но у вас включен при этом форсаж, то, собственно, из-за высоких оборотов расход топлива будет увеличен. Вы должны это знать и понимать. Теперь вы знаете плюсы и минусы MC-202. Надеюсь, самолет вам понравится. Мне он очень понравился. И если лично у меня будет выбор на сервере между Эмилем и Макакой, то я, конечно же, возьму Макаку, так как Эмиль намного хуже. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем уроке. Пока.